Привет, друзья! Это канал Music Market. Меня зовут Иван Захаренко. Лето в самом разгаре, а значит наступает горячая пора песен у костра. И вместо того, чтобы тягать с собой тяжеленные гитары, многие музыканты выбирают вот такой вот облегченный вариант. Этот инструмент называется укулеле. И сегодняшнее наше видео как раз-таки посвящено именно укулеле. Мы рассмотрим основные типы укулеле, естественно, послушаем, как они звучат, и определимся, кому и для чего подойдет лучше та или иная модель. Готовы? Поехали! Так, родину укулеле принято считать Гавайские острова. И это неудивительно, где еще, в каком уголке света мог родиться такой беззаботный, солнечный, милый инструмент, как ни на этом райском острове. Изначально укулеле существовало только в одном размере — сопрано, вот та форма, которая у меня сейчас в руках. Однако вскоре у музыканта возникла потребность в расширении диапазона звучания инструмента для исполнения более сложной музыки. Таким образом, на свет появились другие формы укулеле — концерт, тенор, баритон и даже бас укулеле. Правда, сегодня такое разнообразие размеров, форм корпуса, производителей укулеле скорее вводят начинающих музыкантов в ступор. Поэтому в этом видео мы постараемся выяснить основные различия между типами укулеле и постараемся сделать для вас выбор чуточку проще. Сравнивать сегодня мы будем укулеле от славянской фирмы Flight — это широко известная компания по всему миру. Кстати, независимо от цены и размера корпуса, все инструменты комплектуются сразу же чехлом, поскольку инструмент походный, поэтому сразу же проблема чехла решена. Ну и для чистоты эксперимента мы взяли инструменты из одной линейки, она называется Natural. Они целиком выполнены из дерева сапеля, они имеют открытую колковую механику и порожек у них выполнен из кости. Как я уже сказал выше, стандартной и самой маленькой формой укулеле является сопрано. Достаточно маленький инструмент, здесь, как правило, 12 или 14 ладов и расстояние между ними очень маленькое, поэтому вот этот инструмент идеально подходит для детей либо людей со всем вот маленькими пальцами. И, кстати, именно сопрано чаще других размеров встречаются в невероятных расцветках и формах корпуса. Стандартный строй инструмента от первой к четвертой струне — ля-ми-до-соль. Для примера мы взяли модель с классической формой в вот таком натуральном цвете. Она называется NUS 310. Давайте послушаем, как она звучит. Укулеле концерт несколько больше сопрано. Расстояние между ладами также больше. Их количество колеблется от 15 до 18 и иногда достигает 20. За счет своего большего размера она, естественно, звучит ярче. Также за счет тембра и расширенного диапазона на ней чаще исполняют более сложные технические произведения. Поэтому производители делают зачастую эти инструменты изысканными и более дорогими по стоимости. А у меня в руках укулеле NUC 310. Давайте слушать, как она звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая модель NUT 310. Выполнена в корпусе Tenor. Она ощутимо больше, чем предыдущие модели, но все еще имеет стандартный строй. Именно в укулеле Tenor четвертую струну зачастую настраивают на октаву ниже привычного. Это делает звучание более глубоким, но менее солнечным. В нашем инструменте четвертая струна все еще настроена на октаву выше. Давайте послушаем, как она звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний инструмент, который мы будем рассматривать, это баритон. Модель NUB 310. Значительно больше своих предыдущих собратьев. Настраивается укулеле-баритон как первые четыре струны на гитаре, от первой к четвертой струне. Ми-си-соль-ре. И за счет вот этого строя звучит очень нетипично и не похоже на предыдущие укулеле. Благодаря строю и большому корпусу инструмент обладает достаточно насыщенным и глубоким тембром, но при этом не теряет легкости инструментов поменьше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По традиции давайте сравним, как одна и та же композиция будет звучать на четырех разных укулеле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Напишите обязательно в комментариях, какая форма понравилась вам больше и на какой играете вы, если играете на укулеле. Подводя небольшой итог, скажу, что если вы только начинаете учиться на укулеле, то вам идеально подойдет сопрано или концертный вариант. Если же вы хотите более мощного звука, тогда выбирайте тенор. Но если вы уже умеете играть на гитаре и не хотите переучиваться для строя укулеле, просто берите тогда баритон укулеле, который обладает таким же строем, как гитара, и просто вычеркивая две верхние струны, спокойно играйте, как будто на гитаре. Итак, друзья, это был канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко, обязательно подписывайтесь на канал, новые видео выходят каждую неделю, не пропускайте ни одного, и увидимся уже в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok